Сегодня, ребята, вас создадут в Японию со всеми её особенностями, традициями и самурами. Посмотрим, у кого из них получится лучше всех. Ну а того, кто построит хуже, мы отправим работать на рисовые поля. И вот прошла половина времени, и давайте посмотрим, что у них там делается. Привет, йогурт! Привет! Чё-то тут Япония совсем не пахнет. Ничего нету. Ооо. Сакура и типа речка. Ты хочешь сказать, что ты за целый час построил всего лишь одну маленькую сакуру, и это на реку даже не похоже, если честно. Потому что я хочу сделать этот кусочек, а потом его склонировать, типа речка такой поворот, потом такой эпичный. В общем, йогурт у тебя ничего не получается, я думаю, в этот раз... Получается! Ну ладно. Привет, пират! Да, привет! А где твоя сакура там, речка? А её украли. А, что это вообще такое? Как ты ничего не понял? Можно же всё понять. А, ну, понятно. Это настоящий японский домик, в который я прямо сейчас зайду, и в котором ничего нету, даже света. Да, пират за целый час не смог даже света делать, что ли? Денег нету. Темно тут, как в пещере, в общем. Ну а так домик выглядит довольно прикольно, и прям по-японски. Такие стёкла, такие подставки, такие вот штуки. В общем, очень всё по-японски. Надо ему ещё добавить сверху ещё 10 этажей, тогда будет красиво. О, вот это тут гора. Я даже самой Японии не вижу, она так высоко. Надеюсь, что в реальности это не так. Придётся использовать супер жёсткий джетпак, супер жёсткое ускорение, и... Вау, я в Японии, которая находится где-то в тысячи метров от земли. Стоп, 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 надо измерить, надо измерить. Чинь-чинь-чинь. Но на самом деле, тут всего лишь 171 метр, я только что измерял. Снизу это выглядело гораздо эпичнее, чем наверху. О, тут реально сделали бамбук, ведь в Японии растёт бамбук. И тут даже не одна сакура, а целых три. Так что эта постройка пока что самая крутая, наверное. А ещё тут трёхэтажный дом из песка, у которого нет окон, и тут темно, как в пещере. Кажется, это какой-то японский лабиринт. И тут даже есть нормальная речка И вот такие японские сооружения У дерева даже корни есть В общем, эта постройка пока что самая крутая Потому что здесь есть бамбук, речка И целых 5 сакур, а не одна А ещё домик И всё это находится на огромной горе Наверное, на горе время замедленное И тут всё очень быстро строится Идёмте, идёмте, у меня есть важный к вам вопрос От компании Оля до городком У нас вопрос Нажми на кнопку, если ты добрый Нажал, ну что? Ой, оператор же нужен Как я буду твою постройку смотреть отсюда? Проходи, проходи, проходи О, у тебя, кстати, Япония довольно-таки Японский дом А, ну табличка всё объясняет А здесь ещё есть прокрученный йогурт Да смотри, прокрученный Стой, у меня к тебе очень важный вопрос Как называется эта штука? Без понятия честной Я японский не учил, если честно Давайте называть эту штуку красной рамкой Мне очень понравилось в твоей постройке Что ты сделал так, чтобы когда ты прыгаешь в воду Ты тонешь в воде То есть эта вода работает как вода Спускаем на воду японский кораблик Давайте Ой, утонул кораблик Тяжёлый, однако, йогурт получился Ой, а чё мы тонем? Не поднимаемся Я в песке застрял Я задыхаюсь не в воде в песке Выпрыгивай, давай, давай Я села пингвина, выпрыгивай А йогурт чё-то? А йогурт? А чё, вкусный? Вода вкусная Вы меня вот опинь... Нет! Неправда Абсолютно отмышлый обман Никому мы не топим Ладно, пойдёмте дальше смотреть Расскажешь нам очень интересный рассказ про эту дорогу Хорошо, без проблем Моя компания Олида Град Компани Выделила более 2 миллиардов юаней Не спрашиваю, почему юаней На эту дорогу В итоге, спустя 10 лет Оказалось, что под ней не было асфальта И плитку ложили на траву И поэтому пришлось заново строить Из-за этого нам пришлось ограбить 2 квадрата на 2 лукойна И достроить плитку У меня очень важный вопрос Очень Юани, это же китайская валюта Слушай, тебя не напрягает Мы строили вообще за юаней А вторую часть мы строили за ухоины А третью часть мы строили за ледоградские деньги Чего? Причём тут Япония вообще? Ну, блин, тебя вообще не напрягает Что в Японии пингвина Что тут речка заледенела за 2 минуты Кстати, подожди, подожди А это же... Это же нормально Ты вообще говоришь, что в Японии не может вода замерзнуть за 2 минуты И что тут не могут жить пингвины, по идее Но там же в Японии, смотри Там этот... Там пара климатических поясов И, короче, верхняя часть Японии Очень замерзшее место Там всё время снег А внизу, наоборот, жара Так что пингвины там могут жить А ты знаешь, как быстро от йогуртов избавляться? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-надо Помогите! Вот это да! Тут не один домик, а сразу два домик А чё Сакура такая бедная? Она какая-то мелкая Так её обрезали Красиво сделали А чё? Она не очень большая А где теней? Тут нет огромной тени, под которой можно спрятаться и спокойненько почитать книжечку. Тут вообще нет теней. Зато тут есть какие-то очень странные домики квадратные. Вроде японские, а вроде нет. А где все самураи? Вот это мост. Вот это да. Вот он один самурай, бежит уже по мостику с катаной. Ой, как он держится вообще? Он держится на силе обрубленных... Ай, чё? Трявый мост какой-то. И тут даже трава не растёт почему-то. Где вся трава? Все строят самурайские домики, красивые домики. А ты строишь какой-то... Что это? Это современная Япония. Современный японский город? Это как в мультике «Волшебный дракон». Тут такой домик, тут подымаешься и там квартирка. А вот тут вот магазин пиццы будет. Тут будет такой как бы заборчик и сад ещё будет. А вот тут вот, а вот тут вот будет такой как бы павильончик. Ну как, как магазинчик. И тут будет тебя самураи учить всему. Агуш, у меня есть у тебя очень искреннее пожелание. Какое? Желаю, чтобы ты всё не успел. Ой, то есть успел. Спасибо. Мне будет очень важный совет. Тот самый йогурт. Ахахахахахахахах. Чё ему всё смешно? Привет, мой ученик. Сегодня мы будем обучаться виду искусства борьбе с джюдоу. О, ура. Родом из Японии. Я буду Туэм Сэнсэй. Что мне делать, Сэнсэй? Для начала идём за мной. А мы будем... Ты будешь есть риск, потому что ты какой-нибудь хилой. Вот этими палочками ты должен есть весь риск. Ой, 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 ой. Мы ведь с тобой оба знаем, что это просто перекрашенная трава в белый цвет. Станик, ты риск. Ладно. Ты какой-то хилый, ты не сможешь никого забрать. Ладно, ладно. Как палочками есть? Как вообще есть? Ну, это первое испытание. Твоя задача съесть целую тарелку из риса палочками. Оп, съедай. Жест, какое жёсткое испытание. Бан, скрыш, худыш. Всё, съел, ура. Всё, съел, вау. Ну всё, пробуй забрать твою первую мишень. Давай свертухи. Опа. Бах. Он упал. Не вижу. Ничего себе, это сильный. Но теперь тебе предстоит самое главное испытание. Борьба с тренером. Ой-ой-ой, не люблю такое. Забирайся на ринг, на второй этаж. Вау, как эпично выглядит этот дом. Ой-ой-ой, это ринг. Вставай. Нет, я встаю в этот угол. Ты стоишь в тот угол. Если я тебя пенал, то ты вылетал не в бетон, а на улицу. Ладно. Давай бороться. Давай. Подожди, я тебе никакие приёмы даже не показал. Ну, короче, вот так берешь ногу вперёд сначала. Потом растворачивайся на 180 градусов. Вот так вот. И хватаешь его, при этом держишь соперника. И потом вот так бросаешь, ты сбил его, понял? Всё, короче. Потом попробуешь. Давай, всё. Сражаемся с тобой, давай. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Как бить? Скадыч. Ты чё, непробиваемый? Тогда я использую свой коронный приём, смотри. Так, подожди, надо прицелиться. Удар. А, буш. Э, ой. Чё случилось? Ученик не превзошёл учителя. Да ну у вас, всё. Ухожу. Да всё уже, ты сам упал. Ты удивишь равновесие неустойчивое. Ты ноги узко поставил, надо было пошире поставить. Ты упал по этому. Зато я могу на крыше забираться, а ты не можешь. У меня крылья растут, я японский древний этот. Я зато могу призвать в воду и будет вот так. Твой домик утонет. Куда мы поехали? Помнишь, как мы на Хагиваге плавали? Ну всё, ученик, ты превзошёл учителя. Тебе, думаю, ты готов бороться с остальными. Я сейчас затону. О, всё, я тут. Официально теперь ты призвана. Тебе дана лицензия на борьбу. Теперь я смогу победить любого первоклашку. Да, но второклашку ты уже не сможешь. Там надо два приёма хотя бы лучше. Если что, приходи на курсы понедельник-четверк. А у нас среда-пятница. Теперь будет понедельник-четверк. Скажешь что-нибудь на японском. Ой, а тащи-та какая-то о моноцеба-ату. Ой, ты что там тренер? Всё, в смысле? Да, надо было забрать лицензию. Взял угнал мой дом. Куда ты уехал? Ты сам утонул, я не виноват. У меня было пистолет на базу, а и всё это время, чтобы ты не... Если что, да. Ну что, сколько баллов ты мне ставишь за то, что я выучил одному приёму? Так, сколько? Один? В смысле один. С ноликом. Десять? И то, что ты мой дом разбил, ещё штраф. Давай ещё пятёрку сверху. Ладно, пятнадцать. Вот и всё. Сорок пять очков из пятидесяти. Это самое большее количество очков. Оу, мы прям как будто оказались в настоящей Японии. Вот за этот фон, за это небо, за это всё, за эту атмосферу я готов сразу влепить сюда десять из десяти. Это просто прекрасно. Смотри, короче. Сначала сруби бамбук. Сруби бамбук? Сенсей такой, сруби бамбук. Я такой, срублю бамбук. А йогурт такой, ура, бамбук. Иду рубить бамбук. Может на него залезть надо? Он сломается. О, смотри. Дышь, хоп. Не зря выучился джудо. Смотри. Бунь, бунь, бунь. Ты как по ней сбираешься? Не знаю, я её хочу сломать. Хадышь, бах. Ура, время прогрызать в ней дырку. Ууу, дышь. Она же закрутилась. Надо сделать бамбуковые палки. Да вот сразу огромная, вот палка. Стоп, я получается всё это делаю, чтобы накормить эту ненасытную панду сенсея? Нет. А, простите, сенсей, что так о вас подумал. Дышь, сюда. Йогурт, помогай мне. Помогай, вот. Я не могу запрыгнуть, ладно. Скрыш. Давай вот это поставим. О, вот это надо палку. Вот это нам надо, вот. А ты видел, как я идеально сделал? Я большую палку взял, перекрутился и встал ровно в идеальное место. Ой, я нечаянно сакуру разбил. Сейчас тебе надо сделать молоток. Смотри, вообще на изи. Бам, бам, бам. Бам, всё. Вот я сделал, как ты сказал, смотри, вот. А теперь бей. Их, что ли, они же такие милые. Да. Ииии, бам, бам, буквой, палкой. Чё, не ожидали, да? Теперь ты готов к битве с йогуртом. На фоне эпичного дома, эпичного заката, будет легендарная битва ухо с йогуртом. Я спрятался. Где ты там? Я уже иду. Эпичную музыку я могу на монтаже поставить. Наверное, он там. Я ничего не вижу здесь. Я даже не увидел, как ты меня замочил. Я ставлю 10 из 10, потому что здесь всё очень-очень красиво. Ну, в общем, тут 44 очка. Это на 1 очко меньше, чем у пирата. Это был обычный японский день. Ну, вообще, японский день необычный. Привет. Привет. Ой, то есть этот... Подожди. Японии надо делать вот так. Здорово. То есть, ахайо. Короче, я жил, жил, сидел. Я хотел научиться владеть мечом, но не получилось, короче. И я опознал себя в кулинарии и открыл свой маленький ресторанчик с пиццей. Стоп, 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 стоп. Я прихожу, значит, тут к сэнсэю, который меня научит драться на катание. А ты, оказывается, только пиццу готовишь. Всё, я понял. Ну, не умею мечом махать, если что. Ну, давай, научи меня хотя бы пиццу готовить, что ли. Для начала нам нужен красивый и хороший стол. Ладно, а что потом? Потом нам нужно тесто. Вот. Нам нужно его раскатать в тонкую начинку. Лепёшку. Лепёшечку давай. Вот. Вот, хорошая лепёшечка. Потом нам нужен свежий, хороший томатный соус. Сейчас. Настолько свежий, что аж блестит. Офига ты. Свежейший томатный соус с подсветкой. Размазываем его аккуратно. От всей любви. Потом нам нужен пармезан. Сыр, короче, нужен. А. Вот такой свежий, вкусный сыр, который задаст весь вкус нашей пиццы. Добавим немного сыра. Немного. Чё-то он весь промазал. Потом нам нужна вкуснейшая колбаска. Нарезаем сочные, толстые куски колбаски. Вот такие. Прям мощные. Может, колбасы надо много. Готово. Чё теперь? А, так. Теперь отвернись. Сейчас будет супер-дупер-магия. Ладно, отворачиваюсь. Отключи запись, пожалуйста. На секунду. Отключить запись? На секунду прямо. Нет, мы не обманываем никого. Ну ты, конечно. Стоп, Акуша, ты чё тут делаешь? Ты мою пиццу подменяешь своей из магазина? Ах, ты... Нет. Ты никакой не мастер. Меня со всех обманывают. Ладно, не смотрю. Фух, оборачивайся. О, всё. Это прелестно. Как ты это сделал? Я совсем не знаю. Да, я научу тебя всему то, что знаю. Теперь ты сможешь тоже готовить пиццу. Вообще, я сюда приехал отдыхать, типа, в Японию. Ну, у тебя 31 очко из 50. Нормально. Нормально? Возможно, мы тебя отправим работать на рисовые поля. Сэнсэй, пиццерийщик. Окей. У тебя вообще без разницы, да? Ну почему? Я люблю рис. Я буду кушать там много риса. Почему наше наказание видео вообще не наказание? Сидя под этим прекраснейшим розовым деревом, я начинаю свой путь мастера кунг-фу. Чё за сэнсэй? Мне попался странный. Здравствуй, мой сэнсэй йогурт. Здрасте. Эй, надо по-японски как-то там, ахайом, ахайом. Хоничиа. Чё? Здоров, короче. А. Пау. Куда? Странный сэнсэй. Точно странный. Так ещё и безумный. Да адекватный я. Чему будешь меня учить-то? Эээ, буду учить, как эпично разносить всех вантузом. И как летать на джекпаке. Дай мне этот вантуз. И вот так вооружившись вантузом, йогурт меня научит делать крутые приёмчики. Давай. Подерёмся с вот этим огушей. Давай. Так точно сэнсэй, всё буду повторять. И удар кунь-фу. Ху-ню-пунь-пань-пунь. Сдавайся, я обучён кунь-фу. Идём. Дышь. Ой. Что-то не работает твой вантуз вообще. Я проиграл. А. Ой. Срочно разжигайся огонь. Что происходит, сэнсэй, не варите меня в супе. Я же не ухожу. Закрываем. Есть. Ээээ. А ну быстро. Это испытание. Выдержишь ли ты? Ааа, испытание. Странное, конечно, испытание. И ещё закороем крышку на всякий случай. Эээ, стоп. Я же тогда сварюсь. Готовим уху. Эээ, кажется, это мои последние минуты внутри этого котла. Ну раз это мои последние минуты, то мы сделаем. Ой. Ой, что происходит. Что-то жарко становится. Ну всё, у меня есть план. А, да так. За императора вообще бух. Блазь. Ты куда? Торпеда уху полетела, камикадзе. Вау, какой красивый мир. Жалко, что я увижу его в последний раз. Ты плохой, сэнсэй. Я ставлю тебе 0 из 10. Ура, я отправлюсь на поле. А, нет, я ставлю тебе 10 из 10. Чтоб ты не работал на рисовом поле. У тебя 26 очков из 10. Это пока что меньше всего. Однажды я увидел, как Ухаград сделал переменение с пингвинской империей. Мири между двумя могустицами странами. Империя и Уха. И Антарктическая империя. На самом деле, потому что не все пингвины живут именно в Антарктиде. Они могут жить на ближайших странах, которые рядом с Антарктидой живут. Можно объясню по-умному? Давай. Потому что там есть несколько климатических зон. Это вот это, вот это, вот это и вот это. Получается, что на южной стороне Японии довольно жаркая температура. Чем южнее Япония, чем жарче. А чем севернее, чем холоднее. И на севере там вообще лёд, в общем, холодный. Я какой-то географистом стал. Я придумал новый бать на подписку. На красной табличке заброшён тот, кто не подписался. А на зелёной тот, кто подписался. И поставил лайк. Давайте начнём обучение, хотя я боюсь из-за йогурта. Так вот, для начала тебе нужно впасть в эти все три цели. Пам. Так вот, следующая твоя задача, это найти в этом огромном лесу очень важную информацию. Вот в этом лесу. Очень важную информацию. Ладно, буду искать. Что за карасас? Что же это может значить? Далее. Ты должен будешь одеть вот эту огромную коробочку себе на спину. Зачем? Ну, это испытание. Первое, это пройти всю речку против течения. Против течения? Смотри, вообще легко, но я могу ещё так сделать. Отруби ПВП, мне кажется, тебя сейчас убьют. Ты же меня тренируешь, меня никто не сможет уничтожить. Логично, я не обещаю обоза. Поднимись на эту лесенку и спрыгни с этой тяжеленной коробкой. Так я же разобьюсь под силой чажести и тяготения. Лучше я её выброшу отдельно. Всё, я выжил. Молодец. Коробка не выжила, правда. Ладно, всё, я прошёл испытание. Что дальше? Допустим, ты прошёл испытание. Так вот, ты же в Курчичи славила Сяпония 20 века. Ну? Отдень на себя кучу динамита и прыгни прямо в эту коробку. Хорошо. Стоп, вы хотите меня сделать камикаду? Ну, сам подумай. Я же великий конфузский. Ты должен преодолеться страх во имя императора. За императора. Да! Вот всё это. Вы взорвали сокровище. Вы чё натворили? Короче, я ставлю 10. У тебя 40 очков из 50. И это не последнее место. Ура! Кстати, йогурт. У тебя меньше всего очков. И поэтому мы отправим тебя работать на рисовых полях. Всё, ура! Ура! Я хочу тоже снимать. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё Да.